Продолжение следует... 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 знают про эту болезнь, но в остальных регионах нет. Мы потом вам расскажем, насколько и чем страшно и опасна эта болезнь после того, как вы посмотрите фрагмент. Мы готовы смотреть? Да. Поэтому сейчас мы на этом остановимся, посмотрим видео, а дальше продолжим. С чего мне начать? Вы видели, там разрез мозга был? Когда кто-нибудь болеющий вот этой болезнью Минамута умирает, его мозг изымают и в университете хранят. Вот это не было показано, был уже показан мозг сам. Экино. 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 Кумамото. Экино. Это тот человек, который мозги разрезал на экране. Это настоящий мозг, это не муляж. Икино-сан запросил вот эти мозги пациентов, которые умерли от болезни Минамото и их исследовал. И мы с ним поехали до университета, все это снимали. Мы вошли в комнату, примерно это был первый подземный этаж, то есть какой-то такой подвал, и там вот хранили мозг. Есть ли в России ведра? Из пластика, такие синенькие, бывают ли в России ведра, товарищи? Я думаю, что бывают. Ровно в таких ведрах в Японии хранили мозг. Там обычный пол, это поразило нашего гостя. Вот там стояли такие ведра, и в них лежали мозги. Да. Я думаю, что в обычный мозг он очень важен. Я думал, что мозг человека будет хранить немножко не так. Какая-то важная достаточно вещь, немножечко по-другому, а не в ведре на полу. Но для нас это был шок, что просто вот так на полу стоит в ведро, а в ведре лежит мозг. Но для исследователей это совершенно нормально, это их рабочий материал, а не мозг человека. Это для меня был самый первый шок и самое такое серьезное впечатление за съемку. Экино-сан, врач, забрал мозг из Университета Осака, привез в Кумамото, и дальше он должен вернуть. И я думал, как же он повезет этот мозг, этот препарат и свой университет. У вас, наверное, есть тоже продуктовые магазины в России. Вот у нас в магазинчиках 24 часа дают полиэтиленовый пакет для того, чтобы сложить покупки. В России, наверное, тоже есть полиэтиленовые пакеты. Вот именно в такой полиэтиленовый пакет упаковали мозг и совершенно спокойно его так в мочочке и повезли. И дальше завязали в платочек, в такую традиционную японский фуросики. И Экино-сан в обнимку с этим мозгом поехал на поезды. Да. Японский фуросики. И представление обычного человека о мозге, это представление как о чем-то очень важном, очень серьезном. Японский фуросики. Японский фуросики. Японский фуросики. О мозге, которые мы сейчас говорили, они, скорее всего, будут шокированы этим. И. 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 будет взять для исследования доктором Экино. И эта супруга, когда она пришла в больницу, она вообще впервые узнала, что мозг ее супруга будет передан для исследования. И она дала согласие на это. После того, как уже мозг передали господину, доктору Экино, вот эта жена, которая еще жива, она видит сон. И в ячете, в это время. И в это время что-то уже не было, он вернулся на мой ум, и кажется, что она умерла, и он это не имеет никакого, и он в мой уме, и он в сядеся в comitум. И он говорит быстро, что он в милости рода, и он в милости рода-то. После этого, ей приснился супруг, и он во сне ругал ее за то, что она отдала его мозг кому-то для исследований. Поэтому супруга пришла в больницу и потребовала, чтобы ей вернули мозг мужа, потому что муж явился во сне и потребовал, чтобы она этот мозг забрала. Поэтому ей вернули мозг. И супруга потом, если так можно сказать, устроила мини-похороны этому мозгу, его сожгли, как обычно поступают с телом усопшего. И она была очень рада, что это закончилось. Всё, мозг отсутствует, как объекты исследований. Экино-сан, доктор Экино, это единственный человек, вообще в Японии, который сам на свои деньги, не получая никакой поддержки от государства. Там с государственной поддержкой всё сложно, потому что государству нужны немножко другие результаты исследования. Он исследует вот эту вот болезнь Миномата. И ему для исследования нужны мозги вот этих людей, которые уже почили. в том числе. Но для человека мозг это очень важный орган, поэтому в большинстве своём люди отказывались от того, чтобы после смерти их орган был исследован. В общем. В общем. В общем. В общем, мы сэкино-сан Restivoica с чёртой. И мы сэкино-сан. В общем, мы учали аг Wolfи. Мы думали сначала, что может быть Доктор Айкино сделать главным персонажем-протагонистом этой истории, но в этом фильме получается много протагонистов и можно сказать, что это будет фильм «Скульптурная группа». Мы больше 10 лет снимали этот фильм, в том числе рассматривая именно вот этого врача, честного и беспристрастного, как одного из протагонистов. Не только людей, из которых заболели. И я говорю, что последняя женщина, которая в последнем эпизоде появлялась, это госпожа Сакамото. Она стала для людей, которые больны или пострадали от болезней болезни, миномата определенным символом. Примерно два года назад в Стокгольме проходил большой форум по отравлениям по ртути и ее приглашали. После того, как она появилась на этом большом международном мероприятии, естественно, она стала объектом пристального внимания. И она была в своем месте, где она живет, но я хотела ее снять, но долго думал и пытался понять, каким же образом ее снимать, как это будет правильно сделать. Примерно два года. Примерно два года. Примерно два года. Мы много раз ездили в это место миномата и по чуть-чуть собирали материал и очень долго думали про госпожу Сакамото, как ее снимать. К ней очень много людей приезжает, ее часто снимают. А она женщина с широким сердцем, очень влюбчивая. Она в одного мужчину влюбится и ей откажет, она в другого мужчину влюбится и ей откажет. Вот там вот такая вот история происходит. И мы подумали, что, может быть, про нее тоже ее снять именно вот так вот, но до того, как предложить это самой госпоже Сакамото, я пять лет мучился. Стоит ли это делать? Сегодня те, кто были в Великан Парке, смотрели фильм, он, собственно, про самого режиссера и про его семью. Но в случае с госпожей Сакамото, там ни разу ее романы не заканчивались хорошо, всегда это было разбитое сердце и, в общем, сложное сердце. Поэтому пять лет господин Хара думал и сомневался, во-первых, можно ли с таким деликатным разговором к самой женщине приходить, а во-вторых, даже если она скажет «Да», можно ли это выводить на экран? Но он пять лет мучился, в итоге решил, что все-таки он спросит у самой госпожи Сакамото, да или нет, и спросил. Давай, может быть, попробуем все-таки снять, предложил он. И неожиданно, моментально женщина согласилась на съемку. Да, вот и надеюсь, что было выводить. И теперь на самом деле, четыре лет джин-ка. И вот наша задачи spent 3-дюжалом, Three-хв тысяч, например. И вот эта женщина, но она старалась над тем, что они не могли снять. И естественно, эти были съемки уже постфактум, то есть она рассказывала о своих влюбленностях, это не сейчас происходит, а ее прошлое. И вот здесь, где у нас есть средство, где люди, где они используют цвета и не используют цветы. вы видели на экране, вы понимаете, да, о каком мужчине идет речь? Вот он там же работал на заводе, в котором производилось как-то натуральное мыло. И он влюбился в этого мужчину, но у него была жена и дети. И он влюбился в этот мужчину, но у него была жена и дети. И он знает, что ничего из этого романа не выйдет, он женат. Вот мы слушаем мои воспоминания о том, как она рассказывает, как он узнал, что женат, как это все развивалось. Вот мы это снимаем. И вот мы снимаем историю о трогательном сердце. Японской женщины, которая влюбляется, но понимает, что ее любовь не принесет никаких плодов и ничего из нее не получится. Мы ее снимаем, она рассказывает о прошлом, она смеется и улыбается. И когда она все это рассказывает, то оператор начинает неосознанно плакать от смеха. И когда она встречалась уже пост-фактум с теми людьми, с которыми на нее были кончены, какие-то любовные отношения, мы все это снимали. И где-то после трех таких историй она уже сказала, что, пожалуй, хватит на это. И мы сделали вот эти три сцены, где она с тремя мужчинами встречается, и мы эти сцены используем, и на этом мы заканчиваем. И это то, что она не будет. Он состоит из множества историй, которые сплетаются вокруг болезни Минамата. Например, этот врач, который с этим мозгом туда-сюда ездит, который единственный против системы. Или вот эта госпожа Сакамото Шинобу, которая такая влюбчивая. И вот все это дает общую картину. Сначала я вам рассказал о докторе, о влюбчивой женщине Сакамото-сан. А вот теперь я вам расскажу о том, что такое болезнь Минамата, собственно. Вы знаете, наверное, что такое ртуть в старых термометрах. Наверное, в России ее тоже использовали. Да, да. Скажем, что-то. Если вдруг кто-то выпил или проглотил вот эту ртуть обычную из термометра, в этом нет ничего страшного. Это не яд. Ничего не будет. В итоге, в общем, эта ртуть спокойно выйдет, ничего не случится. Однако, в Минамата-сан. В городе Минамата есть завод Чисо. Это слово обозначает азот. И этот завод, который азот, который Чисо, они всякие разные пластиковые вещи производят, полиэтиленовые, какие-то трубы для сантехники, вот такое вот то, что обычно дома используется. Это все из нефти производится. Компания, когда жизнь была не сахар, вот эта компания, которая смогла бы сэйфинам получить. много производить этого дешёвого пластика, который упрощал жизнь существенно, упрощал быт существенно. Она была уважаемой, это было так здорово, что они быстро в больших количествах эти там вёдра полиэтиленовые трубы и так далее производили, это было замечательно. И вот эта компания начинает крупномасштабное производство. Мы уже сказали, что всё это производилось из нефти, но в течение производственного процесса для того, чтобы пошла химическая реакция, в качестве катализатора использовалась ртуть. После того, как её использовали ртуть в качестве катализатора, всё, она больше не нужна. Во время этого химического процесса, каким-то образом получается, что именно только когда ртуть использовалась как катализатор, что она из неорганической ртути становится органической ртутью, что бы это ни значило. И вот эта органическая ртуть, которую мы получаем после того, как она поучаствовала в производстве, она как раз очень сильно влияет плохо на организм, и это яд для человека. На самом деле, завод должен был позаботиться от этой отработанной ртути, которая ядовитая, ее нужно было собрать, в общем, как-то обработать соответственным образом. Но для этого нужно было вложить деньги. И если вложить деньги, то, естественно, доход уменьшится, кому же это нужно? И в итоге они не нашли ничего лучше, как годами сливать вот эту отработанную ядовитую ртуть в реку, которая потом в бухту Минамата впадает. И вот она потом шла в море вот в бухту Минамата. И вот там есть маленький заливчик Минамата, о котором мы говорим. И вот туда вот и уходила вся вот эта ртуть отработанная. Минамата. Вы видели, там вот плавали аквалангисты? Вот там именно они и плавали, в этом заливчике. . И вот эта ртуть поглощала в себя планктон и накапливала планктон. И вот маленькая рыбка ела планктон. Рыба среднего размера ела рыбу маленького размера, но дальше понятно. Большая рыба ела маленькую, пищевая цепочка. А человек ел что маленьких рыбешек, что средних, что больших. Это называется пищевая цепочка. А одна страшная, что если вы съели маленькие рыбы, когда они едут в пищевую цепочку, то они становятся сильнее. По словам ученых, когда съела одна рыба, потом вторая рыба, потом третья, с каждой ступенью этой пищевой цепочки вред от этой ртути, не количество, которое накапливалось в рыбе, а именно вред от того, что эта ртуть уже прошла через нескольких рыбешек или планктон, усиливалась. То есть на каждой ступени это становилось все опаснее и опаснее для человека. После этого мы знаем, что основа японского питания это морепродукты и рис. После этого люди съедали рыбу и эта ртуть попадала в людей. И по словам исследователей, вот эта ртуть, она шла прямиком в мозг. И внутри мозга, не внутри мозга, связанные с мозгом, есть пять чувств, которые мы все знаем. Возвращение, зрение, слух, обоняние, связание, еще одно, что забыли. Помогайте. В мозге есть такая часть, которая за это отвечает. Сейчас мы точно посмотрим, как ее называют. Которая отвечает за чувствительность. В общем, часть мозга, которая именно за это отвечает. И вот эти вот клетки нервные в мозгу, в мозге, которые отвечают именно за наши ощущения, они самые деликатные, самые легко ранимые клетки мозга. И именно эти клетки травмируются и умирают в результате воздействия вот этой токсичной ртутью. По словам ученых, это очень, такие, легко ранимые нервные вот эти вот клетки. И если они повреждены, все, они не восстанавливаются. И если говорить о том, к чему это приводит, что с человеком становится? Вы видели, там был тестовую чувствительность пальцев, вот это вот тыкали палочкой. Например, человек порезал палец. Он не чувствует боль. Вот это результат. Может там лить кровь, человек вообще не чувствует даже что-то не так. А что касается зрения, мы обычно, у обычного человека, как это поле зрения 180 градусов. И в итоге воздействие вот этой токсичной ртутью на мозг, человек видит только вот маленький кусочек перед собой. Вот это вот поле зрения, оно сильно сужается. Ну вот когда проверяют, например, у невропатолога, вот у нас все пальцы хорошо. Вот, например, средние пальцы перестают двигаться у человека в результате вот этого отравления. Очень часто же люди жаловались. Вот японцы очень часто едят суп-мисо, который, наверное, мы тоже многие знаем. А что такое мисо? Это, грубо говоря, вода с пастой мисо и там другими ингредиентами. Вот очень часто пациенты жалуются на то, что суп-мисо безвкусный и просят, чтобы им положили вот еще этой пастой мисо в суп. Но если человек без болезни миномата попробует вот тот суп, который человек с болезнью миномата считает, ну хоть как-то там нормальным мясом, то он не сможет съесть этот суп и выпить. Потому что он жутко соленый, жутко острый и вообще в рот взять невозможно. Но у больного человека притупляются все вот эти восприятия и поэтому вот так. Это очень серьезное повреждение. А еще более страшное и серьезное это то, что мне рассказал врач. Вот, например, есть три человека, три пациента с болезнью миномата. Вот они разговаривают. Обычно, если разговаривают три человека, то вот один человек говорит, второй слушает, он понял, он как-то отреагировал и дальше эта схема повторяется сколько-то большое количество раз внутри разговора между тремя людьми. А если посмотреть на то, как между собой будут разговаривать три человека с болезнью миномата, мы увидим, что они сами-то что-то говорят, что они хотят сказать, но они абсолютно не воспринимают, не не хотят слушать, не слышат физически, они не глухие. Они не воспринимают абсолютно то, что им говорит, ну, кто-то другой. И поэтому врачи считают, что, возможно, одним из симптомов и проявлений вот этой вот болезни миномата является то, что человек не может понять, обработать и как-то отреагировать на то, что ему говорит кто-то другой партнер. И вот господин Экино, доктор, он говорит, что схема «послушал, понял, отреагировал» это базовая схема для любого демократического общества. Как вы думаете? И он обратил внимание на то, что пациенты с болезнью миномата, они не могут существовать в нашем современном, ну, пускай назовем его японской низкой издержками, да, но демократическим обществом, потому что они не могут коммуницировать тем образом, который принят сейчас у нас. Миномата-бео, когда появились первые… Тогда, значит, все сразу же вокруг этого шумели очень… Это были пациенты с очень ярко выраженными повреждениями, симптомами, то есть там было все видно и сразу. Было ясно, что это очень серьезная болезнь, непонятно какая новая. Это были те пациенты, которые любили рыбу, много ее ели. Ну, соответственно, много ртути и большие проблемы. Почти все это были рыбаки. Это были люди, в большинстве своем очень бедные, которые жили на побережье, у них не было денег, чтобы пойти и купить еду, но вот, пожалуйста, море, в ней бесплатная рыба, в нем бесплатная рыба. Ну, естественно, они рыбачили и ели много рыб. И в Тихоануи-маги-ширануи-кай-ширануи-кай-ширануи-кай-ширануи-кай-ширануи-кай. Тот регион, о котором мы говорим, вокруг Миномата, там побережье скалистое, то есть там о выращивании риса речи быть никакой не может, им деваться некуда, у них только рыболовство. Поэтому эти рыбаки ели на завтрак, обед и ужин только рыбу. И вот именно этот слой населения первым упал и выдал вот эти ужасные симптомы болезни миномата. На самом деле до того, как появились симптомы болезни миномата у людей, стали какое-то странное поведение выдавать кошки. У них слюна вытекала, как текла слюна. Как-то криво косо ходили кошки у них, ноги заплетались. Или, например, птица, которые питались рыбой, летит по небу и так в море падает и все. Или вдруг на поверхности появлялись какие-то рыбы, которые вообще глубоководные. Они вообще не должны на поверхности появляться и тут, значит, вот она плавает. И поэтому люди, которые жили вот кругом, они вдруг глубоководных рыб стали ловить просто руками, ну плавают и плавают. И, естественно, никто не знал, что рыба плавает так, потому что она уже заражена вот этой болезнью миномата и вся в ртуте. И, естественно, их ловили прямо руками и ели люди. Значит, это заболевание, комплексная нервная система, то есть что случалось с человеком? У него вся нервная система страдала? Да. Есть такое изображение, когда попытались как-то вот клиническую картину, когда исследовали вот эту вот болезнь миномата, и так или иначе клиническую картину описать, и в том числе сделали вот эту вот картинку с поражениями нервов. Вот есть очень известное изображение, где видно, что прямо вот все нервные окончания, они вот ходят ходуном в человеке, который болен этой болезнью. Когда вдруг был всплеск вот этой болезни, все кругом были исключительно удивлены, и все боялись, что вдруг это что-то заразное, вдруг это какая-то инфекция. Были все-таки люди, которые сообразили, что не в том ли дело, что ртуть сбрасывает годами компания тисцо? Внутри, при самом заводе существует больница и клиника, и те врачи, которые именно работали в самой компании, в клинике при компании, им пришла в голову эта идея, и они начали исследовать, что же происходит. Они проявили эксперимент, когда заставляли кошек в большом количестве есть вот эту рыбу. И они совершенно четко увидели, что кошки явно заболевают, выдают все симптомы вот этой вот болезни миномата, и совершенно четко стало понятно, что причина именно в ртути, которую годами сливали в реку, а потом в реку. И потом, соответственно, попадала в море. Ну и что-то, что-то плохое. Чиссо-со-со-со. Руководитель завода, руководитель компании вот этой Чиссо-со. Это, вы знаете ли вы, какая структура компании в Японии? Руководитель завода. Свояков-со-со-со-со. Руководитель «Иэрсен». Ну и японским императорским домом. Дальше, наверное, можно не продолжать. Кто кому там конкретно важно. Мы не можем, конечно, сказать, что причина именно в том, что есть связь с императорским домом Японии, но... Но, возможно, и поэтому мы не можем сказать, что поэтому точно. Правительство не признавало, что причина вот этого заболевания в том, что сливается ртуть в море. То есть, в мире, то есть, то есть, то есть, то есть, люди, которые называют себя исследователями, прекрасно знают, что от них хочет услышать правительство. Есть и в Японии эти люди, в качестве своей версии происходящего, в общем-то, выдали те результаты, которые правительству были нужны. ГОЙО. 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 ГОЙ. 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 Если кто-то другой говорил, а может быть, вы ошибаетесь, может быть, дело все-таки во ртутье. Ну, кто-то говорил, например, что раньше какие-то снаряды во время войн тонули, а вдруг это в снарядах дело не в том, что годами сливали ртуть. И так далее, и так далее. В Чукуче было всяких вот таких версий. И правительство, вместо того, чтобы изо всех сил стараться разобраться, в чем дело, и решить эту проблему, наоборот, прилагало все усилия, чтобы замолчать эту историю и чтобы сбить с верного следа. И в итоге, вместо того, чтобы ситуация как-то разрешалась, она наоборот становилась и становится все более и более запутанной и сложной. В послевоенной Японии было достаточно большое количество общественных движений, но самыми яркими из них являются два. Одно – это против строительства аэропорта Нарите, это аэропорт в Токио. И второе – это, соответственно, движение миномата, связанное с болезнью. Огава-шинске – это, как говорили, Огава-шинске. То, что, да, Огава-шинске «Миномата-Биона» – то, что все милой. Амато, пожалуй, было самым сильным в послевоенном Японии общественным движением. Существует несколько групп пациентов, которые объединились и пошли в суд, обвиняя государство в бездействии, требуя компенсации и т.д. Суды заканчивались по-разному, иногда пациенты выигрывали, иногда проигрывали, то так, то это, уж как там поворачивалось Суд выигран, что тогда происходило? Тогда, естественно, большая компенсация от правительства денежная. То есть сумасшедшая сумма сразу появлялась в руках у людей, которые до этого были достаточно бедными. Те люди, которые проигрывали суды, они не получали ничего вообще, никакой компенсации. И в итоге получался раскол среди самих вот этих пострадавших людей, потому что те, кто ничего не получили, начинали завидовать тем, кто получил большую компенсацию. Если вы сейчас, например, поедете в Миномато, то там вы увидите очень большое расслоение. С одной стороны, мы имеем правительство, которое не пытается как-то решить этот вопрос, которое не пытается способствовать объективным исследованиям и пытается сделать вид, что ничего не было. И потихонечку это все забывается, потому что, соответственно, правоохранитель, Господь, тоже опять Миномата, Господь. И потихонечку это общественное движение теряет энергию. Энергиюが失っていく中で,私たちが撮影を初めて そこからスタートしたんですが,映画の真っ先に 最高裁で勝ったよっていうシーンが,なんというか, Миномата-билの運動が生きるが失うの,また 生きを吹き返すきっかけを作った,あの, 最後のシーンがあるシーンなんです。 В том видео, которое мы в самом начале посмотрели, первую сцену, помните, он такой вот блокад показывает всем, это решение Верховного Суда о том, что болезнь Миномата существует и о признании права на компенсацию, то есть какая-то из групп выиграла в Верховном Суде. И вот именно этот выигрыш в этом суде послужил поводом для возрождения вот этого общественного движения, это был именно тот момент, когда началась съемка фильма, о котором мы говорим сегодня. 15 лет назад. 判決の内容が画期的だったんです, その裁判は. 何時でした? 最初に出てきた最高裁の判決は ショーソーを買ったんですけど その判決内容が画期的. わかるわかるわかる. И когда вдруг эта группа выиграла в Верховном суде, в общем, это привело к большому оживлению. Болезнь Минамата, практически всеми врачами, признавалась как болезнь, которая влияет на периферическую нервную систему. Там зрение сужается, чувствительность пальцев ухудшается. И они всегда использовали слово периферическая нервная система. И очень сильной была версия, и верили в нее, и они все, что болезнь Минамата поражает периферическую нервную систему. Вот это была такая непреложная истина, факт, которым все сжились, скажем так. И господин Экино, вот этот врач, который резал мозг, помните, да, который сам один против всех, он впервые сказал о том, что, возможно, речь идет не о периферической нервной системе, и заговорил о том, что, возможно, это ошибочная версия. И он первый сообразил, что эта болезнь поражает именно мозг и приводит к поражениям центральной нервной системы. И вот этот вот господин Экино, врач, он в суде выступил свидетелем и доказал, что болезнь Минамата, она именно поражает центральную нервную систему и мозг, а не просто периферию. И Верховный суд Японии признал его правоту, и поэтому пациенты, пострадавшие, победили, выиграли в этом суде. Дело в том, что правительство все равно делает все возможное, чтобы не признать версию о том, что болезнь Минамата поражает центральную нервную систему, а не периферическую. В России тоже есть разделение власти на три ветви. Есть. Мы знаем. Правильно? Знаем. Всего. Г agreed. Г 普通三権分立というと裁判所が出した判断というのは 行政は受け入れないといけない 그러니까行政は受け入れていないの 司法はそういう判断するけど我々は違う判断をするよと言って 全く三権分立を否定するような政策をその後も続けたんです После того, как Верховный суд в Японии признал, что версия о том, что болезнь Миномата поражает именно центральную нервную систему, является правильной, доказанной и так далее, вроде бы казалось бы все, после этого уже должна администрация была признать, и соответственно признать, что вся политика и все меры, которые были приняты до этого, были неправильными. Но так не сложилось, потому что на уровне префектуры почему-то они посчитали возможным сказать, что они не принимают эту точку зрения, хотя в общем-то совершенно непонятно, как это возможно при разделении власти, но вот какие-то они пути изыскали, по сути поставив под вопрос вот этой действенности, эффективности разделения власти на три ветви в Японии, в том виде, в котором оно имеется. И поскольку администрация Миномото не приняла вот это решение Верховного суда, то соответственно этим несчастным пациентам им пришлось снова идти в суд для того, чтобы заставить администрацию принять соответствующие меры в своем отношении. Вы видите, как это все непросто? В общем, все вот так вот запутано ужасно. Мы все время снимали тех людей, которые выиграли в этом суде, но они же не молодеют, они же тоже стареют. Это все занимает кучу времени, вот они выиграли в этом суде, а потом еще и еще и еще какие-то процедуры и еще какие-то проволочки. В общем, ясно. И ясно. И это шок в том, что у нас, в этом человек будет, что выиграли в суде, когда я переживаю свой взгляд, и выиграли в суде, что выиграли в суде, и выиграли в судя. Это, конечно, удивительная такая история, но вот эти люди, которые подавали в суд на государство, иск был против государства, вот они долго боролись, они выиграли этот суд, потом все по новой, потом одни проволочки, другие проволочки, вот они уже стареют, они, когда подают в суд, они используют свои личные деньги, свое личное время, свои личные ресурсы, и вот господин Хара их снимает, 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 вот они уже становятся в итоге совсем бабушками, дедушками, и несколько из этих людей в итоге сказали на камеру, что негоже индивиду, таки идти против государства. И так, что у меня там есть вопросы, когда вы рассказывали в подслуживание, то есть это какие-то, которые выиграли, Это невозможно в это поверить, очень сложно это принять, но это люди, которые борясь с болезнью, они судились с государством, я так понимаю, что ни в одной стране с государством непросто судиться, и они воспринимались окружающими как герои, которые, несмотря на болезнь, несмотря ни на что, они пошли против, они добились, и эти люди серьезно, на полном серьезе, глубоко и проникновенно говорили о том, что да, не гоже одиночке идти против государства, вот в результате всего вот этого. А это есть тоже в съемках, где люди говорят о том, что да, не надо было, не надо, нельзя. Вы же понимаете, наверное, что этот момент снять это очень сложно, когда человек такое говорит. Это люди, которым сейчас 96 лет, вот что-то в этом роде, вот всю жизнь они на это положили.